Библейский портал экзегет.ру представляет 69-й псалом для библейского портала экзегет, перевод российского библейского общества. Под заголовок начальнику хора сложено Давидом громко вслух. Это уже сложено Давидом, далеко не все псалмы указывают на Давидово авторство конкретно. И это краткий псалом с тем же смыслом, что предыдущий 68-й. Может быть, как раз сначала было написано 69-й Давидом, а потом 68-й, весьма вероятного времена Вавилонского плена, как размышление подробное. Но 69-й совсем краткий, и в общем, в нем мы обнаружим те же абсолютные мысли и чувства. Может быть, только уныние поменьше, чем в 68-м, хотя тоже есть. «Боже, спаси меня! На помощь, Господи, поспеши! Те, кто смерти моих хотел, пусть будут опозорены, посрамлены. Те, кто желал не зла, пусть и бегут с позором, пусть, пристыженные, отвернутся. Кто надо мной насмехался, говоря, гляди, гляди, вот он. А у тех, кто стремится к тебе, пусть настанут веселье и радость. Пусть всегда говорят, как велик Бог! Те, кто любит себя, о заступник. Я беден и обездолен. О, Бог мой, ко мне поспеши. Ты помощник мой и спаситель. Так немедленно же, о Господь!» Вот очень кратко просьба о спасении, признание в том, что все очень плохо. Я беден и обездолен. Но здесь кратко. Да, 68-й прям весь депрессивный такой, кроме концовки. И желание, чтобы это было не лично со мной, вот лично мне, Боже, дай. А те, кто с тобой, пусть у них будет веселье и радость. А их враги пусть будут уничтожены. И вот смотрите, мне кажется, здесь развитие поэтической традиции, если предположить, что 69-й написан сначала, а 68-й потом. Вот задана тема, основные мысли даны уже здесь. Это, правда, похоже на такую ситуативную молитву. Да, вот Давид там, он спасается от Саула, от врагов, которые на него нападают. И он кратко молится, и у него нет времени писать сложное сочинение. А потом, спустя столетия, где-нибудь в Вавилонском плену сидит некий книжник, читает эту молитву Давида и размышляет на ней. Его поэтические размышления разворачиваются в такое полотно. Это уже у нас 68-й псалом. А 70-й прозвучит ответом на ту и на другую молитву. Продолжение следует...